Оу! Сделано в Редбарн. Всем привет! Вы слушаете «Жилищный фонд» подкаста о культурной истории дома и города. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, что влияет на облик современных городов и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть жизни. Меня зовут Анна Разгулова, со мной в студии Данил Медведев. Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей города. Этот подкаст мы пишем в студии Редбарн. Спонсор сезона – агентство премиальной недвижимости One Moscow. Сегодня на повестке дня у нас актуальная общественная тема, и сложно найти сферу, которой бы она не коснулась. Это экология. И архитектура, и строительство – не исключение. Мы не можем теперь отрицать, что экология, архитектура и строительство будут связаны в дальнейшем все больше и больше. Сегодня поговорим о том, как тренды на экологичность влияют на архитектуру строительства, какие экотехнологии есть в этой сфере, и действительно ли технологии зеленого строительства становятся популярными, или это маркетинговый ход и просто мода. Для начала, что же имеется в виду под архитектурной экологией или экологичной архитектурой? Мне кажется, что есть какое-то ярое желание разнести на два угла архитектуру и экологию, потому что архитектурная экология – это какой-то термин с коннотациями, который к одному только месту привязывается в городе, как будто бы помимо приписки вот этой архитектурности есть еще куча различных аспектов. И, наверное, можно сказать вообще, что такое экология для города в целом, а потом найти аспект архитектуры, потому что архитектура – это один из аспектов городской жизни. Давать большого масштаба к меньшему. Насколько важна экология для жизни города вообще? Наверное, она важна определяющим и ключевым образом, если мы сформируем границы того, что мы поднимаем под экологией. Потому что экология – это, в первую очередь, конечно, водно-зеленый каркас нашего города, города, в котором мы живем. Это возможные климатические, микроклиматические условия вообще ландшафта и те свойства, которые город, наверное, в процессе сам генерирует. Это рельеф, превалирующие ветра. В том числе и все возможные загрязнения, которые он создает в процессе своей какой-то жизнедеятельности. Я думаю, что здесь, в принципе, можно говорить о том, что и в архитектуре, и в более крупном масштабе города мы можем опираться на определенные пункты, по которым выявляется экологически чистое или экологически обоснованное здание. Например, или район, или какой-то кейс. Даже оно не стремится быть экологически чистым, как сколько просто оказывать влияние на контекст, в котором находится. Потому что мы можем через различные решения в городе благоприятствовать нашему экологическому фону. И вот архитектурная экология – это как раз-таки конкретно решение, которое связано с объектами строительства. Потому что, если мы посмотрим на другие аспекты, из которых состоит город, мы можем увидеть решение инженерной инфраструктуры, которая также способствует улучшению экологического фона. Или, допустим, снижение нагрузок на город в результате каких-то погодных явлений. Например, это устройство проницаемых покрытий для снижения нагрузок в ливневых канализациях. И вот это вот, наверное, наша сегодняшняя тема – это один из блоков вообще городской экологии и решений в ней. Вот всё то, что ты говоришь, это имеет, мне кажется, прямое отношение к устойчивой архитектуре, с её принципами. Это энергосбережение, использование неиссякаемых источников энергии, альтернативных источников энергии, использование экологически чистых материалов, утилизация и переработка отходов. Или же более то, что на слуху находится, это различные виды озеленения каких-либо плоскостей объектов строительства, ну, допустим, для понижения температурного какого-то баланса. Я предлагаю на примерах рассмотреть вот эти принципы экологического строительства и прям оценить, подходит здание, поставим ли мы ему все галочки по пунктам или нет. Первый яркий пример экологичной архитектуры – это, конечно, Нью-Йорк, и это Хёрст Тауэр, построенный в 2006 году. Почему? Вот давайте по пунктам. Пункт первый – экологически чистые материалы. Я имею в виду, что мы идём по нескольким пунктам принципов экологического строительства, по которым сейчас можно определить, да или нет. Так вот, Хёрст Тауэр построен на стальном каркасе, но использовались особые треугольные основы, которые сэкономили сразу 20% строиматериалов. А ещё строительство на 90% было произведено из материалов вторичной переработки. Так что пункт про утилизацию и переработку отходов здесь тоже, мне кажется, работает как достоинство. Кроме того, были использованы альтернативные источники энергии и энергосберегающие технологии. Например, на здании установлена система энергосбережения в остеклении и система для сбора дождевой воды, которая потом используется для охлаждения здания какого-то создания определенного микроклимата внутри. И ещё один пункт, который нельзя никак игнорировать, это создание комфортной среды для человека. В конце концов, вся архитектура, она всё-таки для человека, а не человек для архитектуры, хотя иногда мы об этом забываем. Здесь Хёрст Тауэр, как прекрасное офисное здание, отрабатывает на все 100%. Так что я бы зданию Хёрст поставила 4 из 4. Что касается по поводу того, что наши здания, безусловно, влияют на среду, это да, но не в точечном, наверное, проявлении, а когда это носит какой-то системный характер. И вот если возвращаться снова к среде, здесь, кажется, важны некие планировочные каркасные решения, которые проявляются в виде различных стратегий формирования как раз водно-зелёного каркаса города. И в дальнейшем, если вот мы немного раскроем, что такое водно-зелёный каркас города, мы найдём, в какой иерархии находится архитектура и её экология, потому что это одна из частей каркаса. Если вот мы глобально посмотрим на город, то у нас есть крупные зелёные очаги в виде проявления возможных парков или водоёмов. Это одна составляющая нашего каркаса. Между крупными такими точками у нас существуют некие коридоры, которые связывают наши зелёные рекреационные пространства, и они выливаются в виде всевозможных бульваров либо систем вообще, в принципе, озеленённого ОДС, рек, некие маршруты. И между ними есть... Буферные зоны? Да, буферные зоны, точечные элементы всевозможные, которые как раз-таки находятся вот в области архитектурных решений. Думаю, что можно это сравнить с кровеносной системой человека, что есть какой-то каркас и мелкие-мелкие капилляры и узлы пересечения, на которые как раз житель, человек, горожанин может влиять своими решениями и даже попытаться управлять природой в некотором смысле. И это такой же самостоятельный слой и очень важной городской среды, который, кажется, нуждается вот в дополнительном планировании. И если вот мы посмотрим на пример России или каких-то вот зарубежных стран, то в тех же Нидерландах на уровне законодательном принимаются отдельные стратегии по вообще зелёному регулированию и выстраиванию политики вот этого сохранения, улучшения вот зелёного каркаса, как вот нормативно действующая надстройка в Сингапуре или Нью-Йорке мы можем подобное увидеть. А у нас? Всегда интересно, как у нас. Мы всегда сравниваем себя с другими, с другой стороны. Это наверняка даёт какой-то толчок для развития и вдохновения, поиск аналогов, референсов, понимание, как эта система должна работать. У нас это может найти в виде материалов по обоснованию, наверное, для генерального плана, как дополнительный слой, который разрабатывается на уровне тоже некого стратегического видения, которое выливается в зонирование, выливается в потенциальные там зоны особо природно охраняемых территорий. И есть такое ощущение, что у нас в России практика ещё пока не дошла до такого уровня. И, наверное, это можно объяснить очень неприятной штукой, как пирамида Маслоу, поскольку, возможно, может показаться, что у нас какие-то другие, более базовые потребности не закрыты. У меня нет ответа на этот вопрос, но есть такое, наверное, ощущение личное. Что это вопрос приоритетов? Да, да. И, возможно, политика пока выстроена таким образом, что это не является такой приоритетной направляющей стороной. Но зато у нас есть интересные концепции. Как ты думаешь, вообще, насколько важным и приоритетным всё-таки является идея о том, чтобы впустить природу обратно в город? Изначально город отвоёвывал своё у природы, а теперь нам её почему-то не хватает, и мы хотим как можно больше естественной среды добавить в искусственную. Ну, это, безусловно, благо всегда. И у этого есть даже конкретное материальное обоснование. То есть водно-зелёный каркас, если прикинуть его функции, что он делает? Он у нас повышает влажность и, как следствие, понижает тепловые острова, потому что это прямая функция зелёной среды. Он снижает шумовые загрязнения. Например, это же специальные рассадки деревьев вдоль планировочного каркаса, чтобы снижать уровень шума на уличных магистралях или же снижать уровень запыления. Также это аспекты, связанные со здоровьем. Феттонцинды – такая микровещь, которая выделяет очень много зелёных наших таких друзей, растущих вот у нас под ногами и над головами. То, что буквально различные бактерии и вирусы убивают у нас в воздухе. И вот после этого попробуйте сказать, что этот подкаст неполезный. Молодая семья Алена Ивана и их маленькая дочь Ксюша были очень рады покупке новой квартиры. На первый взгляд, всё идеально. Зелёный район, новые красивые дома, а сама квартира просторная и светлая. Проблемы обнаружились уже после сделки. Обещанный застройщиком детский сад сдадут только через 5 лет, а школа ещё в проекте. Алене и Ивану стоило с самого начала обратиться к опытному брокеру. Специалисты из One Moscow хорошо знают рынок и подбирают ЖК индивидуально для каждого клиента. Специалисты компании изучают все аспекты жилых комплексов. От технологий строительства до инфраструктуры и планов по строительству детских садов, школ, дорог и многого другого. Поэтому при обращении One Moscow клиенты получают всю необходимую информацию. Например, подойдёт ли дом для жизни с детьми и как обстоят дела с инфраструктурой. One Moscow – ведущее агентство недвижимости столицы, которое занимается продажей новостроек, вторичной и загородной недвижимости с выгодой до 15%. Среди продуктов агентства есть и уникальные сервисы. Например, юридические сертификаты и потечное сопровождение. One Moscow всегда остаётся на связи. Компания сопровождает клиента до момента получения ключей, может помочь с дизайном и отделкой с помощью сервиса One Design Plus и даже с переездом. Главное в работе One Moscow – всегда быть на стороне покупателя и подбирать идеальную недвижимость на лучших условиях. Например, до обращения в агентство многие клиенты не знают, что могут позволить себе покупку жилья, бизнес или премиум-класса. One Moscow знают рынок, все финансовые инструменты и как купить недвижимость с максимальной выгодой. Обращайтесь к специалистам One Moscow для получения профессиональной консультации и подбора бизнес и премиум-объектов в Москве. С брокерами One Moscow покупка и продажа проходят легко и непринужденно. Вы можете переложить все сложные задачи на плечи профессионалов и просто наслаждаться. У меня есть два примера. Я сегодня специалист по примерам. Проектов, которые как раз говорят о том, как впустить обратно природу в городе и для чего это нужно сделать. Например, есть концепция «Зелёные лучи Милана». Это очередной город с кольцевой структурой, куда к линиями архитектор предлагал довести окружающий город «Зелень» прямо до центра города. Причём использовать для этого заброшенные территории, территории неиспользуемых заводов, бывшие промышленные зоны и всё то, что кто-то переделывает в кластеры, а кто-то переделывает в новую городскую природную среду. Здесь чем вопрос? Теоретически в Милане это могло бы сработать. Могло бы это сработать в Москве, потому что такие концепции были о том, чтобы восстановить «Зелёные клини», которые, опять же, когда-то в Москве существовали. И последний из них, если не ошибаюсь, идёт по Садовой Самотёчной к Веденхав, в сторону севера города. Но всё не так просто. Да, вот можно привести, что, кажется, в 18-м и 71-м году такие вот истории с «Зелёными клиньями» возникали. Но сейчас, если посмотреть на текущую карту города, эти «Зелёные клинья» уже не похожи и не являются теми клиньями, которые вот в 71-м году на генеральном плане закладывались. Это симулякор. То есть изначально уже нет, но при этом «Садовое кольцо» мы всё ещё называем «Садовым кольцом». Хотя, в принципе, смотри, попытки превратить его снова в «Зелёное пространство» предпринимаются. Так что, может быть, ещё не всё потеряно. То есть, скорее всего, Москву нельзя будет уже сделать «Зелёной радиальной кольцевой структурой». Это больше история про точечное внедрение «Зелёных технологий». Да почему, мне кажется? Всё всегда можно сделать, если грамотно запланировать и вести, помимо поддержки и выстраивания связей коридорных между основными «Зелёными зонами», воссоединить клиновую структуру. Ведь город — это штука достаточно... Адаптивная? Она и адаптивная, и разнообразная по своему характеру территории. И мы тоже, с одной стороны, не можем всё закатать в какой-то лес и жить на поляне, хотя было бы, возможно, даже славно. Но правильного выстраивания связей внедрения через, не знаю, архитектурные или инженерные решения — это ведь тоже часть водно-зелёного каркаса, который далеко не только одним озеленением может являться. Как интересно, ты упомянул слово «лес». У меня сразу же на это ещё один пример. То, о чём ты говорил, как здание влияет и на микроклимат внутри себя, и как при этом здание может одновременно влиять и на микроклимат внутри, и на экосистему снаружи. Есть проект вертикального леса в «Оско вертикали» авторства архитектора Стефана Байери. Если честно, сначала он казался мне абсолютно утопическим, но его начали строить в 2009 году и достроили в 2014. И это реальный проект. Как это выглядит? Это жилой комплекс из двух башен высотой 110,76 метров, то есть примерно 27 этажей, 18 этажей. И особенность в том, что на террасах расположили зелёные насаждения. Вот я сейчас сказала «зелёные насаждения», и это звучит просто как «озеленили балкончик». Нет. Это 900 деревьев, 5000 кустарников и 11000 травяных дорожек, что бы это ни значило. То есть это прям очень серьёзная вещь, которая может повлиять на каком-то микроуровне, конечно, но на формирование городской экосистемы, потому что по расчётам проектировщиков, они вот этой схемой озеленения могли привлечь примерно полторы тысячи видов бабочек и птиц, то есть тоже полноценных жителей города. Кроме того, такого рода проект обеспечивает определённый микроклимат в здании. Чем он ещё полезен? Он фильтрует пыль, он также регулирует уровень влажности, он поглощает углекислый газ, понятно, что производит кислород, и, кроме того, он защищает от шумового загрязнения, о чём мы, наверное, в последнюю очередь вообще думаем в городе. А это на самом деле очень важно, потому что если мы посмотрим на нормативы, и если я вам сейчас нагло не навру, то это порядка 60-70 дБ, ну, 60 это, кажется, в ночное время, 70 это в дневное, но в действительности, если мы посмотрим на реальную ситуацию и выйдем с шумоизмерителями или же расчётным методом, как-то посмотрим на те магистрали и те пропускные способности, которые фактически есть, то мы столкнёмся, что далеко не все нормативы, особенно в Москве, вот в каких-то центральных частях жилых территорий соблюдаются. Возможно, это очень релевантно для периферии, но никак не соотносится с реальной картиной мира. Как влияет одно даже дерево, которое, по сути, имеет такую очень фрактальную структуру из очень большого, невероятного, огромного количества мягких листьев, которые, по сути, гасят волны, которые исходят от источника шумового загрязнения. И чем больше у нас в городских территориях каких-то мягких таких дисперсных объектов, тем меньше шумового загрязнения мы можем видеть. И есть очень вот эти знаменитые картинки. Кажется, Urban Guide Design когда-то в 2015 году выпустил такие знаменитые книжки с яркими цветными обложками, которые просто наглядно показывают, как улицы благоустроены и неблагоустроены отличаются. Ты же наверняка их помнишь, вот эти улицы с желтыми картинками. Стоят деревья и не стоят деревья. И там были такие очень забавные подписи, которые, ну, кстати, на практике подтверждаются, что в целом, если мы возьмем, не знаю, одну улицу местного значения, ну, не очень большую, не очень широкую, с деревьями и без деревьев, и где-то в 30-ти градусную жару в нашем относительно резкоконтинентальном климате в Москве, посмотрим на Дельту, то там порядка от 4 до 5 может градусов варьироваться в сторону понижения. Но это опять зависит от различных типов покрытий, которые нагреваются. И особенно это очень характерно для асфальта, который там безумно перегревается, который изнашивается. И это ведь тоже фактор такой весьма инфраструктурный, который там позволяет сохранить этот самый тоже асфальт несчастный. Кажется, были даже исследования не только в пространстве, но и во времени, когда сначала замеряли температуру на улице без зелёных насаждений, потом высаживали, и лет через 20, когда деревья подрастали, замеряли второй раз. И там прям очень показательно. Ну вот да, это вот об этом. И тоже касается уровня влажности. Хотя это прямое следствие от него. Поскольку деревья ещё активно, ну и вообще озеленение, поглощает солнечную радиацию. Вернёмся к стандартам. Насколько я понимаю, в мире много достаточно зелёных стандартов. Самый известный из них — это британский Брим. Самый известный и, наверное, один из самых первых. И если замерять им, этой рейтинговой системой, то в мире что-то около 120 тысяч зданий ему отвечают. А у нас при этом всего 177. А в России всего 177 или в Москве? В России. Ну, наверное, большая часть из них опять в Москве находится. Ну, не Мурманск. Хотя, как знать. Ну, да. Вопрос только в климате, например. Понятно, что чем южнее климат, тем проще, например, использовать альтернативные источники энергии. Потому что в том же Израиле 90% домов оснащены какими-то солнечными батареями и используют этот возобновляемый источник. В чём преимущество вот этого зелёного стандарта? Вот ты про него упомянула. Какое он преимущество даёт, помимо, безусловно, экологического блага? Привлекательная инвестиционная история для объекта становится. Зачем ему вот эта рейтинговая оценка быть энергоэффективным? Ну, мне кажется, это предполагает, что ты смотришь в будущее как застройщик, как инвестор. Вряд ли это просто модно. Вряд ли это тенденция, которая закончит своё существование лет через пять. Я думаю, что это долгоиграющая история. И кто первый в эту воду войдёт, тот и будет в итоге выигрыша. Дело в том, что у нас, наверное, до сих пор нет абсолютного объяснения преимуществ и привлекательности изданной архитектуры перед типичной застройкой. Ну, это же удорожание строительства, какие зелёные крыши. Да, у нас на самом деле климат, он там не тропический. И за всем этим обслуживанием только ещё больше убытков понесём. И это, кстати, очень тоже такой важный аспект, который необходим для истории с водно-зелёным каркасом. Это не только планирование, но и дальнейшая эксплуатация. Потому что зачастую, когда реализуется парк, либо же там реализуется архитектурное зелёное решение, оно уже через год нуждается в уходе. Это постоянный некий надзор и грамотная его эксплуатация. Что требует, наверное, это кадров квалифицированных и ресурсов для того, чтобы это содержать. Потому что если это речь о зелёной архитектуре, то это плечи управляющих компаний, которые обслуживают жилые дома. Но, наверное, когда речь заходит о зелёной архитектуре в жилье, то это какой-то комфорт-плюс или бизнес, или премиум-класс точно. То есть мало того, что, наверное, процентов на 10 выше себестоимость квадратного метра в зелёной архитектуре, так ещё и никто не говорит о том, сколько будет стоить эксплуатация ежегодная. Ну и поэтому ищут всегда какие-то условно-компромиссные решения, и вместо зелёной крыши, как в тех же Нидерландах, появляются такие вынесенные зелёные деревья, которым, если что, можно зимой обратно занести на территорию подъезда, если есть эксплуатируемая кровля. Какие вообще перспективы? Есть ли смысл вкладываться именно у нас? Потому что общая тенденция показывает, что смысл вкладываться в энергоэффективное и вообще зелёное строительство, конечно, есть, потому что со временем оно себя оправдывает, окупает? Мне кажется, здесь смысл вкладываться вопрос кому? Потому что, опять-таки, у города много различных акторов интереса, и для каждого, наверное, актора интереса это будет свой ответ городу, потому что это оптимизация неких своих ресурсов, которые постоянно расходуются на поддержание города в благополучном состоянии, на, опять-таки, повышение тех же проницаемых зелёных покрытий для того, чтобы снизить нагрузку на ливнёвую канализацию или же устройство на общественных территориях водного менеджмента, когда через систему дождевых садов мы расходуем внешние осадки не то, чтобы они там куда-то утекли, а то, чтобы пошли на озеленение города. Если это сторона девелопмента, то это, правда, маркетинговая история и поддержание уникальности твоего продукта на рынке. Девелопмент тоже может разделиться на две составляющие. Именно жильё и офисное помещение. Конкретно у офисов сейчас, особенно очень крупных, есть такая тенденция и для зарубежных компаний, что они просто так вот в какие-то здания не садятся, если они не соответствуют глобальной мировой политической повестке, если у них там нет соответствующего сертификата, и они уже выбирают, что вообще есть на рынке, куда они могут войти, потому что это имиджевые истории для девелопмента, которые исключительно там продаёт и представляют наибольший сегмент жилья. Это история уникальности продукта, где клиент выбирает в сторону чего-то своеобразного, разнообразного, экологичного и того, где больше интересных аспектов, переплачивая при этом, возможно, не самые какие-то высокие цены за квадратный метр, где дельта может быть, по сути, не очень астрономической, но при этом ты получаешь то, что там нет у твоего соседа или то, что ты там нигде в другом месте на рынке не найдёшь. Поэтому на вопрос, стоит ли вкладываться, да, но кому и зачем там будут разные ответы. Получается, это не столько вложение в какую-то прибыль, сколько вложение в самоощущение людей? Да это всё в конечном счёте и в прибыль, и в ощущение. Просто всё это так или иначе одни из проявлений водного зелёного каркаса, который нужен даже не столько в яром, наверное, диком желании сделать его в моменте здесь сейчас, хотя оно тоже, наверное, и необходимо для того, чтобы двигаться как-то дальше. Но мне кажется, нужен некий план и система, где аспекты одного там каркаса будут неразрывно связываться с другими и не противоречить друг другу. Архитектура в глобальном смысле и экология связаны на многих-многих уровнях, начиная от покрытия дорожек и заканчивая масштабом города. Я думаю, что любой из этих уровней можно проверить прямо по пунктам принципов экологического строительства. Ещё раз, это использование экологически чистых материалов, это утилизация отходов, использование альтернативных источников энергии и, наверное, всё-таки самое важное, создание комфортной среды для человека. Это всё, мне кажется, вместе обеспечивает создание комфортной среды для человека и последний пункт, он, наверное, больше объединяющий. Возможно, я бы ещё сюда вкинул решение инженерной инфраструктуры. Использование новых технологий? Ну, и это в том числе. Как Ле Корбузье говорил о том, что дом – машина для жилья, кстати, это придумал не Ле Корбузье, по сути мы сейчас движемся к тому, что каждый дом будет машиной для жилья, для комфортного жилья в симбиозе с природой, но в черте города. Мне кажется, мы двигаемся в этом направлении, и это направление верное. А я бы ещё напоследок вкинул, что, если честно, вот немного поднадоело, когда природу и город ставят в противовес, потому что вот я лично вот так ощущаю, что мы на самом деле живём в природе, просто мы обросли различными аспектами, которые улучшают нашу жизнь, как когда-то давно пещерный человек начал обрастать какими-то иными аспектами для того, чтобы сделать его жизнь удобной. Взял камень, палку, и потихоньку обрастая различными аспектами, гаджетами, сервисами, которые улучшают нашу жизнь, мы превратили наше пространство существования в то, что оно перекрывает природный ландшафт, и нам кажется, что нет никакого природного ландшафта, и город — это что-то уже, наверное, противоестественное, и нужно устроить битву города с ландшафтом и посмотреть, кто его победит. Но в моём мироощущении город — это просто некое проявление того ландшафта, которое характерно для нас в моменте последних столетий, или даже не столетий, а тысячелетий, или даже ещё больше. Так что берегите природу, потому что она нас тоже бережёт. И ещё есть прекрасные три цели в жизни человека — построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Так вот, построить дом, видите, идёт всегда вместе с тем, чтобы посадить дерево. Сажайте деревья. Это был подкаст «Жилищный фонд» от студии RedBarn и моего ведущие Анна Разгулова и Данил Медведев. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»